Привет, девочки и мальчики! Сегодня я хочу сделать свой дневной макияж вместе с вами. Я делаю каждый день разный макияж, поэтому чисто одного ежедневного у меня нет. И сегодня я снова хочу придумать что-то новое вместе с вами. И давайте же наливать себе чайочек, что-нибудь тепленькое, уютное и вкусное. И смотреть мой макияж, что у меня из этого получится. Начинаю я макияж тонального крема. Сегодня я хочу взять вот этот тональный крем Catrice HD Liquid Camouflage. Он такой светленький, я хочу сегодня освежить лицо, поэтому использую его. На этом этапе я всегда забываю увлажнить губы, поэтому давайте помнить вместе. Я использую Vivienne Sabo, вот такое масло-блеск для губ. Я его купила в Еве когда-то, мне его посоветовала консультант, но он мне не очень нравится. После него очень слазят губы. Но для того, чтобы увлажниться перед нанесением помады, на время его нанести можно. Кстати, у меня к вам вопрос. Хотели бы вы, чтобы я сняла видео про свои покупки косметики? И ту косметику, которую я уже успела испробовать, чтобы я о ней рассказала. Поскольку много было новинок, которые я сама еще не покупала ни разу в жизни, в принципе, были такие. Могу снять видео. В общем, пишите, хотите такое, не хотите, не страшно. Снимем то, что нужно. Дальше губы увлажнили и приступаем к консилеру. Как вы знаете, я всегда использую два консилера. И основным у меня является Maybelline Fit Me. С него и начинаем. Я замазываю всю область под глазами. И жду, когда консилер немножко подсохнет. А пока консилер подсохает, я сделаю брови. Сначала расчесываю вверх их кисточкой. Затем беру карандаш для бровей и рисую брови. Следующий этап – это база под тени. Сейчас моя любимая база под тени – это Art Deco. Она для меня не бюджетная, но она жутко экономная и очень классная. Она держит тени любой ценовой категории просто весь день. Это просто находка. Запомните, вот эту маленькую черную баночку – она просто великолепна. И расход очень маленький. Этой базы нужно совсем немножко. Знаете, что я придумала? Я сегодня хочу накраситься под мою кофточку. У меня очень красивый цвет горчичный. Я возьму для этого мою дешманскую палитру от Ruby Rose и попробую с ней сделать что-то красивое. Сегодня буду использовать вот этот ряд. Он идеально подходит под цветовой гамме. От самого светлого до самого темного. Обязательно не забываем чистой кисточкой растушевать. Переход между разными тенями. Далее беру темный оттенок, смешиваю с вот таким оттеночком, как у меня кофточка и прорабатываю складку. Наношу интенсивный цвет в складку и потом растушевочной кистью разношу вот здесь вот вокруг складочки, чтобы создать дынку и чтобы не было четкой границы теней. Это будет на вид как ежедневный дневной макияж. И обязательно не забывайте светлыми тенями проработать немножечко вот эту зону под бровкой. Так, вот такой промежуточный результат у меня получился. Есть здесь два варианта. Или накрасить ресницы, оставить макияж как есть. Или добавить немножко контраста и нарисовать маленькие стрелочки. Как я всегда к себе говорю, маленькие, Наташа, стрелочки, а не стрелища. Я даже не знаю, что сделать. Наверное, нарисую стрелки по привычке и добавлю тушь. Дальше продолжим с лицом, потому что есть некоторые продукты, которые я еще не тестировала. Так что рисую стрелки. Стрелки я рисую подводочкой. Вот, Татрисия Ледо. Хорошая подводочка. Стойкая и классно стирается. Но надо начисывать тонкие. А это для меня проблема. Я сегодня упущу момент того, как я рисую стрелки. И сразу появлюсь к вам со стрелочками. Так, вроде справилась. Стрелочки получились тонкие. Дальше использую эвелинскую сыроватку для ресниц. И тушь Ивенса Бокабарет для ресничек. Пришло время второго консилера. Я купила себе вчера консилер от Глэмби во втором тоне. Хочу его протестировать. Я наношу второй консилер поверх первого основного, чтобы закрепить результат. Мне этот консилер в магазине показался плотным. Он очень бюджетный. Я надеюсь, что он работает именно так же, как я его увидела в магазине. Поэтому наношу и пытаюсь это все зафиксировать. Он очень густой. Даю ему немножко подсохнуть. Пока консилер подсыхает, я беру вот такую палетку Глэмби. И вот этими двумя крайними оттенками формирую себе контур. Практически завершающий этап это пудра. Обязательно припудриваясь, потому что все скатывается на моем лице. Раз уже взяла все от Глэмби, беру пудру Глэмби и начинаю себя запудривать так конкретненько. Глазами использую вот такую вот кисточку узенькую. Я думаю, что продукты одной фирмы между собой должны хорошо сочетаться. И остались губы. По поводу губы у меня есть два варианта. Первая это опять же помада стойка от Глэмби в четвертом оттенке. Мне кажется, она сюда хорошо пойдет. Или же по три солидовую вот такая помада. Давайте я попробую с помадки. Если мне не понравится, я перекрашу на Глэмби. И посмотрим, что будет лучше. Так что первый вариант это по три солидовую. Я нашла еще один вариант. Это еще один карандаш, только уже в втором оттенке от Глэмби. Мне кажется, он сюда будет идти лучше. Потому что он будет мягче для этого образа. И я, наверное, остановлюсь на нем. А вы скажите, какой из трех вариантов нравится вам больше всех? Вот такой сегодня мы с вами сделали макияж. Мне очень нравится. Получился такой осенний легкий дневной макияж. Пишите свои комментарии. Оставайтесь со мной на канале. Всем пока!